Непривычный для Самарского глаза вид площади Куйбышева явление временное и позитивное. Здесь вовсю идет ремонт. Заменяют асфальтовое покрытие, бордюрный камень и светильники. Все этапы работы обсуждаются с горожанами. Было очень много кривотолков, что здесь фонтаны будут делать и какие-то киоски строят. А сейчас мы поняли, что просто идет обновление площади Куйбышева, она будет просто лучше, краше для жителей города. Просто необходимо, чтобы сейчас принимало решение в этих вопросах, потому что, ну, многие, может быть, даже глаз замоливаются у руководства, они, может, что-то не замечают. Люди могут подсказать, сказать, как сделать, может быть, как им удобнее будет, потому что это благоустройство, благо людей должно идти все. Начались работы по озеленению. Старые высохшие ели и лиственницы убирают, взамен сажают новые, чуть-чуть поменьше. Это необходимо, говорят профессионалы. Иначе это не просто некрасивый и неопрятный вид сквера, но и угроза для отдыхающих. Реконструкция площади Куйбышева не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра оперы и балета, уверяет мэр Самара Олег Фурсов. На самом деле все будет очень красиво. Мы договорились о том, что не менять профессиональным образом облик площади Куйбышева, потому что она историческая у нас. И мы привыкли именно к такому виду. Реконструкция подвергается только скверы. И то в плане рекультивации газонов и установки новых автополив, например, тротуарной дорожки. Там туалеты будут придены в порядок существующие. Теперь фигуры новые будут установлены. Сама площадь внешне станет более ухоженной и красивой, но принципиально поменяется ее техническое оснащение. Будут смонтированы новые линии коммуникаций для обеспечения воды и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых мероприятий. Планируется, что прогуляться по обновленной площади можно будет в октябре этого года. Мариана Мирная, Марина Матвейшина, Григорий Плешаков. События.